Всех приветствую! Мы тут вот, в районе Марины, назовем это так, прямо напротив станции Лазарьска, тут какой-то поезд стоит, я не знаю какой, серый какой-то, серый с красным. Не так давно я снимал ролики на той стороне, а теперь пришел на эту. Интересно прогуляться здесь вот, пойти посмотреть, что там как. Больше всего мне интересует город городов, я после шторма к нему туда не ходил, поэтому уж больно и интересно посмотреть. Пойдемте здесь, пойдемте мимо домиков этих маленьких в море, посмотрим, что тут как. Владикавказ один стоял, вот, Владикавказ, Адлер, винограда, ну правда наверху полно Изабеллы всякие разные. До моря тут идти всего ничего, проходишь вон, я уже его отсюда увижу, вон оно море, вот оно море, эти домики у моря, я их так называю, те самые. Еще немножко и мы уже видим море, вон оно море, самое настоящее. Выходишь, а тут тишина и спокойствие. Людей обратили сколько? Нисколько. Тут и так-то их было всегда мало, а теперь еще меньше. Море сегодня идеальное, я жду просто звонка Володе, я надеюсь он позвонит мне и мы пойдем снимать с ним ролики, в том числе на сапах. Но пока что-то не звонит. Это пляж Морской Бриз, как видите, он уже практически опустел. Опять же повторюсь, что он и так-то не был никогда особо полным. Слушайте, надо снимать футболку. Что я думаю, мне надо хоть последние лучики, хотя до последних, я еще думаю, не скоро. Но лучики половить точно. Главное футболку не потерять. Все, потопали. Искать город, городов. Сейчас покажу вам море. Прям обалденное. Многие поэтому и любят сентябрь. Потому что людей мало, а с погодой не знаю. Вот давеча в комментариях мне попросили где-то приблизительно рассказать про погоду с 1 по 10 октября. То ли вы недавно подписались, то ли никогда не слушали, что я говорю. Потому что я всегда говорю, что я даже в течение дня не знаю, какая погода может быть. Вот сейчас солнце. Штиль после обеда. Как принесет сильный ветер нам чего-нибудь тут, типа смертью и урагану. Очень даже легко такое может произойти. Поэтому про погоду, пожалуйста, меня не спрашивайте. Я могу вам что-нибудь там сочинить, конечно, либо приврать, либо открыть интернет вместо вас и рассказать, что там, какая она будет. Но я же не знаю так же, как и вы. Вы наверняка не знаете, какая у вас будет с 1 по 10 октября в вашем населенном пункте погода. Как можно что-то такое говорить? Потом приедете, будете на меня обижаться. Вот, он нам сказал, что будет солнце, а тут дожди. Или наоборот, сказал, что будут дожди и мы не приехали. А тут солнце, все купаются, вода прозрачная, идеальная. Вообще класс. Я уже вижу то место, где был город городов. Позже пойду. Нет, сегодня точно пойду плавать. Сегодня по-любому. Тут до морской звезды, по факту, вон. Вон она уже. Там будет, правда, скопление народа. Ого-го какое. Да, наверное, Александру будет больно смотреть на свое детище. Каждый год он его восстанавливает. Но, шторма, они такие. С ними не договоришься. И как такового города я уже не вижу. Скорее, развалины города, городов. И пол Алешки. В прямом смысле этого слова половина буйка. Надеюсь, нечесть меня его назвали Алешкой. Смотрите, какой кайф. Вообще прям. Там где-то за драконом начинается морская звезда. А вот все, что осталось от города городов. Печально. Скажи им, печально. Тут такая стена была. А теперь... А теперь только Орск-то и видно. Нет еще. Балагоя. Пермь. Опять Пермь. Великий Новгород. Тюмени немножечко. И все. А куда все ко мне делись? Прям даже интересно. Такая композиция была классная. Все. Нету города, городов, ребят. Сураж. Брянская область. У меня товарищ там жил во всяком случае. Ростов-Дон. Максим, Настя, Вика. Семья. Чуть-чуть Калуга вижу. Казань. Якутск. Такое впечатление, что все камни куда-то испарились. Вот и все, друзья мои. Пойдемте к морю уже. Закончу этот несколько грустный ролик на позитивной ноте на Черном море. На идеальном Черном море. В дневном, точнее в утреннем обзоре я вам его показывал уже. Вы его уже должны были увидеть. Можно рассмотреть каждый камешек. Каждый. Все. Вот такой вот получился ролик. И такое впечатление, будто бы небо и земля. Обратите внимание, с этой стороны практически людей нет вообще. А там, где пляж морская звезда, народа полно. И по факту тут, я не знаю, чуть-чуть надо отойти, да и все. Самую малость. В сторонку. И тут будет свободно и безлюдно. Даже раздевалка вон стоит. Всем доброго дня. Всем привет из Лазарьского. Дойду до границы пляжа до этого дракона. И, может быть, схожу на морскую звезду. Тут тоже идти-то всего ничего. А так, если по центру, то Бог знает, сколько идти. По факту потопить. Все. Всем пока.